Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость может научно доказать, что говорение на иных языках меняет мозг, повышает ваш иммунитет и делает вас эмоционально стабильным человеком. У него есть научные доказательства по этому поводу. Смотрите далее в нашей программе. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте, у меня в гостях пастор Тодд Смит из пробуждения на севере Джорджии. Это невероятно. Это сонный городок в Джорджии, но иногда на его воскресных собраниях и на водных крещениях собирается больше людей, чем жителей в том городе. А почему так? Потому что они нашли что-то вроде точки контакта. Когда они входят в воду Миквы или крещение, а потом выходят из нее, многие исцеляются. А теперь расскажите ваше любимое свидетельство, которое произошло совсем недавно. К нам пришел мужчина, у которого было 280 раковых опухолей. 280? Да. В его теле было столько. Он был настолько болен, что даже не мог прийти на собрание. На крещение пришла его жена, чтобы стать точкой контакта для своего мужа. Она пришла к нам. То есть его там даже и не было. Нет, не было. В его доме был хоспис. Ему осталось жить две или три недели. Его жена приняла крещение, и мы отправили ее домой с полотенцем. Мы помазали его и сказали, когда придете домой, положите его на тело мужа в качестве точки контакта. И спустя несколько минут после того, как она положила на него полотенце и начала за него молиться, боль покинула его тело. Это, наверное, была невыносимая боль. Да, Сид, это невероятная история. На следующий день они пошли на обследование. Они хотели увидеть, что рак делает в его теле. Я собственными ушами слышал, как доктор позвонила этой паре. Она сказала, «Я смотрю на старые результаты сканирования, а теперь на новые результаты, на старые, опять на новые. И я не нахожу ни одной опухоли в ваших костях. Ни одной опухоли». Он был полностью исцелен и восстановлен. А сколько ему пришлось прожить в хосписе? Они сказали, «Две, максимум три недели». А что было написано в письме из этого хосписа? В письме из хосписа было сказано, что это неизлечимо. Они дали ему шесть месяцев. То есть они обещали ухаживать за ним полгода, но считали, что он протянет не более трех недель. Вы это слышали? Сила Божия просто невероятна. Это сделал сам Бог, поверьте в это. Как южный баптист, вы выступали против говорения на иных языках так же яростно, как сегодня заявляете, что Бог творит чудеса. Насколько все было плохо? Предположим, я подошел бы к вам и сказал, «Я хочу, чтобы вы говорили на языке, который никогда не изучали». Что бы вы тогда со мной сделали? Я бы сказал, «Сид, вы сошли с ума». Я бы сказал, что вы сумасшедший. Если честно, я смеялся над людьми, говорящими на иных языках. Я насмехался над ними и даже говорил прихожанам нашей церкви, «Не делайте этого, это дьявола». Вот что я говорил как пастор одной из самых быстрорастущих баптистских церквей в Джорджии. Но посреди всего этого я почувствовал жажду по Богу. И когда я начал читать Писание, не через призму моей динаминации или моих каких-то взглядов, я понял, что крещение вы Святой Дух и иные языки актуальны и сегодня. Расскажите, как вы были крещены Духом? Ну, вообще, после полутора лет моих исследований я… Вы очень дотошны. Да, я хотел чего-то настоящего. Я провел свое исследование, прочитал много статей, пришел к выводу, что это реально, и пошел на молитвенное собрание к пятидесятникам. Ничего не буду говорить по этому поводу. Там точно не место баптистскому пастору. На том собрании были четыре пастора. Они возложили на меня руки и молились. Один мужчина положил мне палец на лоб и сказал «Наполнись Духом Святым». В тот же момент Дух Святой сошел на меня. Я упал и заговорил на иных языках. И с того момента моя жизнь уже не была прежней. Я напомню, что это были пятидесятники. И это событие, само это переживание, это было лучшим, что произошло со мной, если не считать моего спасения. В Нью-Йорк Таймс… В газете Нью-Йорк Таймс вышла статья об иных языках. Что там было сказано? Американцы продолжили исследования, которые начали в Великобритании. Они взяли под наблюдение одну тысячу евангельских христиан. Исследования показали, что те, кто систематически молится на иных языках, имеют меньше психических расстройств, чем те, кто этого не делают. Нью-Йорк Таймс сообщила об этих исследованиях и заявила, что говорение на иных языках имеет смысл, имеет невероятное преимущество. А как насчет исследований Университета Пенсильвании, отделение нейробиологии в Университете Пенсильвании, во главе с Эндрю Ньюбергом, провело феноменальное исследование. Они решили проанализировать мозг людей, которые молятся на иных языках. Они хотели понять, что в это время происходит с мозгом. И они пришли к выводу, что лобная доля, отвечающая за речь, зажигалась, когда люди молились на своем родном языке. Лобная доля была активной. В ней наблюдалась высокая активность. Но когда люди переходили на иные языки, вся активность в лобной доле переходила в так называемый спящий режим. Люди отключались, переходили в трансцендентное состояние. Это точно доказывает, что языки идут не из мозга. Это подтверждает то, что сказал Павел в первом послании к Оринфинам. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. К этому же выводу пришел университет, возглавляемый человеком, у которого научная степень по ядерной медицине и ядерной кардиологии. То есть это не какие-то дешевые исследования, а исследования университета Пенсильвании. Лобная доля мозга неактивна во время молитвы на иных языках. Неудивительно, что Павел говорил, «Я молюсь на языках больше всех». Он знал, что это секрет его силы. А вы-то сами готовы к доказательствам того, что молитва на языках повышает ваш иммунитет почти на 40%? Об этом вы услышите далее, после перерыва. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». В течение двух недель я смотрел вашу удивительную и интерактивную программу «Это сверхъестественно». С тех пор я смотрю ее каждый день. Программа всегда касается меня. Я получил исцеление от травмы шеи и позвоночника прямо во время просмотра вашей программы здесь, в Папуа-Новой Гвинеи. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Это сверхъестественно. У меня в гостях пастор Тодд Смит. Тодд, вы говорили, что сейчас наблюдается какая-то тревожная тенденция в харизматических и пятидесятнических церквях. А что вы имеете конкретно в виду? Сид, я много путешествую, особенно с тех пор, как в нашей церкви началось пробуждение. Я посещаю множество харизматических церквей и замечаю, что слишком многие из них не молятся на языках. Многие даже не знают о силе молитвы во Святом Духе. А это пятидесятники и харизматы, церкви в которых должны были бы говорить о значении молитвы в Духе. Я, как южный баптист, сомневался в достоверности иных языков. Но я заметил, что пасторы пятидесятнических и харизматических церквей обесценивают иные языки сегодня. Они принимают их как должное. Совершенно верно. А еще они не делают их приоритетом в своей жизни. Читая Писание, я обнаружил, что первым, что Иисус дал церкви после схождения Святого Духа, была возможность сверхъестественного общения с Ним на иных языках. Это было первым, что Он дал. А сейчас наблюдается тренд, когда мы минимизируем то, что Иисус дал церкви. Эту способность общаться с Ним сверхъестественным образом. Мы пренебрегаем этим. Да, знаете, что еще удивительно? Иногда пастор Тодд проводит собрание, где около 80 человек впервые молятся на иных языках. Это почти как Первая Пятидесятница. Я прав. Как же такое произошло? Мы были в церкви Кевина Крейга во Флориде. Мы начали крещение вечером почти в 9.30. Я рассказал людям о своем видении о горящей воде и о том, что вместе с водным крещением они будут крещены Духом Святым и Огнем. Он рассказал мне, что 80 членов Его Церкви, они много лет посещали Его Церковь, когда они приняли крещение и вышли из воды. Огонь Божий сошел на них, и они сразу же заговорили на иных языках. Они начали крестить в 9.30 вечера, а закончили в 9.30 утра, 12 часов. Это были Пятидесятники, которые крестились и начали говорить на языках, когда вышли из воды. Вы рассказывали мне о каком-то докторе, который, кажется, проводил исследование о влиянии иных языков на иммунную систему наших человеческих тел. Поведайте, это восхитительное исследование. Карл Питерсон из Университета Орла Робертса провел изучение последствий молитвы на иных языках. И он пришел к выводу, если вы молитесь на языках систематически, речь идет о продолжительных отрезках времени говорения на иных языках, а не об одном, двух предложениях пару раз в неделю. Молитвы на языках — продолжительное время. Иммунитет такого человека улучшается на 35-40%. То есть иммунная система начинает работать на 40% лучшим. А почему? Потому что молитва на языках влияет на ту часть мозга, которая отвечает за иммунную систему, а именно на гипоталамус. Они провели исследование и заметили, что эта часть мозга функционирует на высоком уровне, когда мы молимся на языках. И это сверхъестественно усиливает иммунитет нашего тела, напомню, на 35-40%. А влияет ли такая молитва еще на что-то, кроме иммунитета? Думаю, что ее эффект куда больше, чем просто иммунитет. Да, я согласен. Вы используете фразу «щелкнуть выключателем». Объясните ее. Люди часто говорят мне, когда-то я молился на языках, но больше этого не делаю. Я жду какого-то особенного чувства или ощущения. И я говорю им, что это похоже на то, как вы входите в комнату, в которой нет света. Вы щелкаете включателем, и свет появляется. Вы выходите из комнаты, щелкаете выключателем, и свет выключается. Так же и с молитвой на иных языках. Когда вы молитесь на своем языке, ваш язык соединен с вашим мозгом. Пока я общаюсь с вами, Сид, все, что я говорю, начинается здесь, а через наносекунду оно уже выходит из моих уст. А молитва на иных языках или в Духе Святом — это когда мой язык соединен с моим Духом. Павел сказал, когда я молюсь на языках, это молится мой Дух. Поэтому мне нужно научиться дисциплине и тому, как переключаться с молитвы на родном языке на молитву в Духе. И чем больше вы молитесь в Духе, тем проще вам это делать. Не нужно ждать какого-то особого чувства или эмоции, не нужно ждать особенной музыки. Это должно стать таким же естественным, как дыхание. Вы переключаетесь с головы на Дух. С Духа на голову, когда переходите в сознание и обратно. А затем вы озвучиваете слова, которые выходят из вашего Духа. Многие из наших зрителей никогда не говорили на иных языках. Другие используют этот удивительный дар очень редко. И те, и другие изменятся, когда мы вернемся в студию. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я ушел от Бога на целых 20 лет. Однажды я зашел на YouTube и почувствовал, что мое сердце куда-то тянет. Я просмотрел предлагаемые мне видео и среди них увидел название. Я умер, пошел на небо, и вот что сказал мне Иисус. Поскольку это YouTube, я решил, что это какая-то ерунда, но мне нужно было развеселиться, поэтому я нажал на ссылку и начал смотреть то видео, после которого я посмотрел еще одно и еще одно. Оказалось, что я несколько часов смотрел эти видео, хотя казалось, что прошло всего 5 минут. Сидрот сказал, «Всем нам нужен здоровый страх Божий». Программы о Божьем суде напугали меня. Теперь я понимаю, что Бог тянул меня посмотреть программы Сида. Не знаю, как и благодарить вас за то, что вы выставляете свои программы в YouTube. Если Бог коснулся вас через передачу, это сверхъестественно. Поделите свои истории по адресу, который видите на экране. Тодд, мы с вами хорошо знаем, что у врага есть свои методы, которыми он пытается помешать нам молиться на иных языках, потому что он понимает, что это оружие. То есть мы произносим совершенные молитвы, и тогда он буквально становится Мешуге. Я напомню, это еврейское слово, которое означает «сумасшедший». Расскажите, какие методы он использует против людей, чтобы они не молились на языках. Во-первых, он говорит нам, что это ничего не дает. Это якобы не имеет смысла, поскольку мы не понимаем, что говорим. Он говорит, что это пустая трата времени. Все, кого я знаю, хотят получать ответы на свои молитвы. А когда мы молимся в Духе Святом, мы всегда молимся в совершенной Божьей воле. Именно поэтому дьявол делает все, что в его силах, чтобы помешать нам в нашем сверхъестественном общении с Небесным Отцом. Он бросает все силы на то, чтобы обесценить такую молитву и заставить нас молиться на нашем родном языке. Когда я молюсь на родном языке, я молюсь лишь о том, что я знаю. Я ограничен. Но когда я молюсь в Духе Святом, то мои возможности безграничны, потому что Дух Божий идеально молится через меня. Ясно. Расскажите нам о других сверхъестественных преимуществах молитвы на языках. Как мы уже говорили, вы провозглашаете совершенную Божью волю в каждую ситуацию. Во-вторых, это вас назидает. Ваше тело и ваш дух. Библия говорит, что в молитве на иных языках ваш дух назидается. Вы буквально наращиваете духовные мышцы. Возможно, в этом мире вы 50-килограммовая, 90-летняя женщина. Но в Духе, если вы молитесь на языках, вы гигант веры и можете передвигать горы. Но лучший пример я услышал у Боба Роджерса. Мы были с ним на молитвенной горе. Я должен был выступать перед сотнями пасторов, а он должен был меня представить. Перед выходом на сцену он рассказал мне одну историю. Несколько лет назад в один день произошло 7 авиакатастроф, в которых погибло 40 человек. Это были маленькие самолеты, на борту которых было лишь несколько человек. Он сказал, и в тот самый день моя жена проснулась в 2.30 ночи. Она не понимала, почему Господь разбудил ее, но решила молиться. Ее разум ограничен, поэтому она не знает, о чем молиться. Она сказала на английском все, что знала, а потом перешла на иные языки. Она молилась в Духе Святом и не могла успокоиться. И только через полчаса к ней пришел покой, и она снова легла спать. В то утро Боб Роджерс сел в свой небольшой самолет, которым он управлял сам. Система в самолете. Трижды отказывали, и он упал. Его самолет был одним из семи среди всех, что упали в тот день. Но он был единственным выжившим. Только он остался живым, и он сказал всем тем пасторам на собрании. Я здесь благодаря тому, что моя жена проснулась посреди ночи и разрушила планы дьявола на мою жизнь. Он хотел убить меня, но я выжил, потому что моя жена молилась на иных языках. Мне понравилось то, что вы сказали. Все сферы вашей жизни, ваше здоровье, ваша работа, ваша семья, ваши взаимоотношения с людьми. Как вы об этом молитесь? А еще я хочу, чтобы вы помолились за наших зрителей, чтобы все они наполнились Духом Святым и заговорили на иных языках. Расскажите, как вы молитесь за свою семью, используя дар иных языков? Я не знаю всего, что происходит в жизни моей жены. Я не знаю, что ждет ее на работе или что ждет ее по пути на работу. То же касается и моих детей. Кто-то может обижать их, кто-то может быть невнимательным за рулем, но Дух Божий знает все. Дух Святой побуждает нас молиться за других людей, но если я не знаю, как молиться, то с моей семьей может произойти что-то плохое. Вот что делаю я. Это один из советов, которые я даю всем людям. Сделайте фото вашей семьи на свой телефон и пусть оно всегда будет перед вами. Каждое утро я представляю перед собой жену, а затем три минуты молюсь за нее на иных языках. Я делаю это без остановки. 180 секунд молитвы в Духе за нее. Дух Божий точно знает, что ждет ее в этот день. Неприятности, опасности, возможности в карьере, возможности засвидетельствовать и рассказать о Господе. И я провозглашаю совершенную волю Божию для нее. Затем я точно так же молюсь за моего сына. Затем я молюсь за следующего сына. Тоже три минуты на языках. Представьте, Сид, если бы мы все это делали, а если бы мы еще молились так за наших пасторов, всего три минуты в день на языках. Мне кажется, что это очень просто и выполнимо. Прекрасный совет. Он написал книгу, в которой описан его опыт в этом вопросе. Это очень полезный материал, но сейчас я прошу вас помолиться о сверхъестественном крещении в Святой Дух с говорением на иных языках, потому что не все люди еще приняли иные языки. Так что, пожалуйста, молитесь тот. Сам Иисус хочет, чтобы вы говорили на иных языках. Он сказал, верующие в Меня будут говорить на языках. Но как же это происходит? Вам нужно поверить, что Иисус желает дать вам это, и Он сделает это прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы переключились с разума на дух и выдали звук, выходящий из вашего духа. Я помолюсь за вас, а потом велю вам говорить. В тот самый момент вам нужно перестать говорить на родном языке и начать говорить из духа. Не переживайте о том, как это будет звучать. Это может быть один слог или одно слово, но не сдерживайте его. И Бог даст вам больше. Иисус Христос, я люблю тебя. Я нуждаюсь в тебе. Я хочу креститься во Святой Дух. Пожалуйста, повторяйте эти слова за Мною сейчас. Я знаю, что это дар от тебя. Я верую, принимаю его от тебя. Я буду говорить на иных языках. Крести меня огнем прямо сейчас. Во имя Иисуса. И когда я досчитаю до трех, подключите ваш язык к вашему телу. Прямо сейчас начинайте. Раз, два, три. Начинайте молиться в Духе Святом. Не переживайте о том, как это может звучать. Говорите из своего духа. Давайте. И даже не сомневайтесь. Это возможно каждому человеку. И взрослому, и ребенку. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Кит Миллер. В ходе двух посещений ангелов я познакомился с Духом Божиим. После этого я уже не был прежним. Вы тоже можете познать силу Святого Духа. Для этого присоединяйтесь ко мне и Исиду Роту в следующий раз в программе «Это сверхъестественно». Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.